Доверяете ли вы российскому суду? Доверяю, конечно. Почему? Обосновать надо. Но справедливо вообще, в принципе, все это. Сажают, не сажают людей. Не знаю, как ответить на этот вопрос. А почему не доверять? Пока я не очень доверяю. Мне почему-то кажется, он достаточно коррумпированный сейчас. Если бы мы как-то подошли ближе к британскому суду или, наверное, к европейскому суду, тогда, мне кажется, нам было бы лучше всей страной. Ну, то есть, не знаю, мне кажется, пока еще как-то наши суды не очень на уровне. Если, например, арбитражные, то да. А если суды общей юрисдикции, то, скажу, там проблемы. Ну, в Москве, в принципе, да, нормально. Какие там проблемы? Какие именно? Я имею в виду коррупцию. Именно коррупция. И что еще одна проблема, это перегруженность судов. Ну, а как может быть обеспечена нежависимость, если судью, в принципе, можно снять свои должности? Суду, да, доверяю. Почему доверяете? Не знаю. Просто есть доверие, не знаю почему. В принципе, есть опыт, который вызывает сомнения на том, насколько они качественно работают. Судам? Нет. Почему не доверяете? Ну, в принципе, я с ними как бы ни разу не сталкивался. Но по той информации, которую я получаю из источников массовой информации, там радио, газеты, интернет, там очень много критики. Парадигма, которая заложена в оценку доказательства, которое принимается судом, да, а это именно личное убеждение судьи или внутреннее убеждение, как трактуется в АПК и в ГПК, оно носит достаточно субъективный характер и имеется некая коррупционная составляющая. Потому что судья оценивает доказательства по внутреннему убеждению, а вы понимаете, что убеждение такая категория, на которую очень легко повлиять. Вы что, с ума сошли, что ли? Нет. Почему не доверяете? Ну, потому что я не верю, что наш суд работает честно. Мне кажется, что более того, эта система работает нечестно уже на этапе следствия, поскольку у нас суд, как мне говорили следователи, ничего не решает, а в основном это решается на этапе следствия. Уже там пока какие-то показания нечестные записываются. Вот. Судей тем более.